Уважаемые зрители, добрый день! С вами программа «Интеллектуальный прорыв» и я ведущая Анна Белова. Сегодня у нас в гостях особый гость. Олег Гринько, добрый день! Добрый день! Олег является не только успешным бизнесменом, председателем правления компании «Сберинвест», но он является одним из немногих, кто хорошо понимает, что такое Китай. А мы все с вами сегодня знаем, что Китай — это особый вызов. И то, о чем мы с вами думаем с точки зрения бизнеса, с точки зрения культурных различий, это будет предметом сегодняшнего нашего разговора. Олег, в 2004 году вы впервые начали заниматься Китаем. Прошло уже 10 лет. В 2006 году вы стали главным издателем, директором издательства «Китай.ру». Поправьте, если я что-то неправильно сказала. Вот с вашей точки зрения, с чего начинается отношение и понимание культуры страны? Потому что человек, который хотел бы взаимодействовать с точки зрения бизнеса, он должен понимать какую-то базовую азбуку, бизнес-азбуку для Китая. Ну, во-первых, я абсолютно не понимаю, что такое Китай. И, наверное, с этого может начаться какой-то подход к вопросу. Более того, я абсолютно не разбираюсь в Китае и понимаю это очень ясно. Все знания, которые когда-то попадали случайным образом ко мне в руки, иногда я их как-то впитывал и использовал, они были все чужими. И в этом был, наверное, очень правильный мой выбор, что в тех вопросах, которые я точно не понимаю, нужно привлекать профессионалов или же китайцев. И в тот момент мне повезло, мне попал на пути Бронислав Виногродский, который был главным редактором журнала. И повезло второй раз, что я не начинал в Китае свое путешествие с этого понятия бизнес. Мы действительно начали заниматься историей, культурой. И через год, в 2007 году, журнал «Китай.ру» был каким-то образом признан лучшим зарубежным изданием о Китае. Причем это признание пришло от госсовета КНР. Ну, наверное, это было не случайно. И не случайно то, что вы ответили, что я не знаю. Есть такая очень известная поговорка о том, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Наверное, вы принадлежите к этой категории людей. Ну да, там, знаете, какая история. Если ты способен утром сказать, что ты дурачок, то у тебя может получиться неплохой день. Это китайское? Нет, это мое. А вы говорите по-китайски? Нет, я по-китайски не говорю. Я столкнулся с вопросом, что я начал учить китайский язык, пять или шесть занятий прошел. Понял, что это можно выучить, но лет за десять. И при этом все равно буду плохо говорить. Поэтому я решил оптимизироваться и начал учиться думать по-китайски. А что означает думать по-китайски? Думать по-китайски? Ну, во-первых, научиться у китайцев смотреть на повседневность их глазами. И вот эта повседневность, которую ты пытаешься, находясь рядом с китайцами, разглядывать и сверять свои движения, позу, взгляд, эмоции на те или иные вещи, они помогают. И дальше я вышел в понимание того, что есть китайский календарь, и он абсолютно не то, что есть у нас в голове под словом «календарь». Второе, что есть китайский праздник. Расскажите, ведь очень многие служащие нас сегодня не знают. Что такое китайский календарь? Китайский календарь — это, собственно, описание движений Солнца, Земли, Луны вокруг, соответственно, больших светил и вокруг друг друга. В самом простом — это, в общем-то, что такое день и ночь? Это Земля вращается почему-то вокруг себя и подставляет разные части. Полушарий Солнца. Конечно. Дальше здесь вмешивается Луна, дальше появляется у нас неделя. Мы тоже забыли, что неделя — это четверть месяца, и что в ней там семь дней каким-то случайным образом, хотя все, наверное, там помнят строчки из Библии, какой день, какой процесс закончился, но уже никто не обращает внимания. Потом вдруг возникают весеннее-осеннее равноденствия и зимнее-летнее солнцестояния, которые действительно отмеряют Солнечный год, и случайным образом в 24 декабря попадает Рождество, хотя там и заканчивается, и начинается Новый Солнечный год. Так вот, все это для нас слышится некой такой популярной историей, исторической новеллой, а для китайцев это образ жизни. Он все свои циклы в году соизмеряет с системой праздников. А все наши праздники используют для увеличения выручки в магазине или в ресторане. То есть эта система изначально живет в двух таких вселенных. Мы живем в той, которую нам кто-то придумал, и мы даже не знаем, вот мы с ребятами как раз перед передачей обсуждали, я даже вопрос поставлю. Часто ли вы задумывались, что вы празднуете Новый год в 10-м месяце? Почему в 10-м? А как месяц называется, заканчивающий год в нашем литоисчислении? Декабрь. Ну так декабрь, вы же, мы же люди образованные, декабрь это же 10-й. Вот тот календарь римский, который мы взяли, он, в общем-то, состоит из 12 месяцев и заканчивается в февралью. А у нас он так как-то так странно приспособлен и заканчивается в 10-м. Ну да, наверное, это все-таки латинская коннотация. Отто, отобре, новое 9, новембре, диечи 10. То есть это все, как бы, так сказать, шло давно и оттуда. Никогда не задумывалось. Да. Так что это меняет принципиально? Что это меняет принципиально? Ну, можно работать ночью, а спать днем. Вот примерно так. Вот незнание календаря принципиально меняет качество твоей жизни. Очень интересно. А вообще вот есть еще одно суждение о том, что китайцы принципиально отличаются от нас не только в качестве календаря и применения его для своей жизни, но и в качестве просто видения горизонта планирования. Потому что вся англосаксонская система бизнеса, она в большей степени фокусируется на дивидендный год, на общее собрание акционеров. Есть как бы системы, которые ориентируют на электоральный цикл. И поэтому ключевой результат должен подойти либо к концу года, либо к концу электорального цикла. Китайцы смотрят на 150. Это так? И почему? Дело в том, что время действительно — это способ путешествовать. Это карта звездного неба. И китайцы... Вы действительно мыслите по-китайски. Китайцы точно понимают... Грамотные. Их тоже не очень много. Характеристики каждого дня, каждого года. Есть понятие 60-летний цикл, который в Европе тоже имеет свое отражение в виде 12 лет зодиакального круга. И вот эти 60 лет состоят из 5 таких 12-летий. Вот. Например. А дальше китаец просто смотрит на время. Почему еще в 60 лет? Потому что зрелость человеческая в 60 лет наступает. То есть человек зрелый — это тот, кому исполнилось 60, и он при этом не дряхал, разумен, понимает, где он находится в социуме. Я понимаю, почему в нашей стране пенсия для мужчин определена именно этим горизонтом. Видимо, это было более глубокое и мудрое решение, нежели европейские стандарты. Я думаю, что пенсия — это из другой истории. Это из истории планирования государственного бюджета, срока выбывания конкретного функционального работника за пределы целесообразности, содержать его по месту его станка или еще какого-то рабочей истории. Я думаю, здесь другое. 60 лет человеческой жизни — это тот минимум, который должен планировать человек. А когда государственный уровень берется за планирование жизни государства, то оно обязано брать минимальную рамку. Оно ведь заботится не о пятилетках, оно заботится о людях. Оно заботится о том, чтобы максимальное число людей становились зрелыми. И берет 60 лет как минимальную рамку планирования. И в Китае 60 лет — это общий утвержденный стандарт планирования. Я могу сказать, что есть доклады о модернизации Китая. Он называется «Модернизация в Китае и в мире», потому что Китай не рассматривает планирование себя, он рассматривает себя в мире и взаимные связи и зависимости друг друга. И Китай рассматривает возможность удержания какого-то начала во времени. А это значит, опять же, в третьем поколении китайцы, опять же, говорят, что поколение — это 20 лет. Ну вот, возвращаясь к нашему сегодняшнему дню, все говорят, что разворот на восток, все говорят о достаточно перспективном сотрудничестве с Китаем. И есть сигналы со стороны китайской стороны о том, что они приветствуют создание совместных бизнесов с российскими компаниями. Что нужно сделать для того, чтобы не стартовать, как вы сказали, это путешествие, а хотя бы приступить к планированию этого путешествия? Что нужно знать? Во-первых, нужно задать себе рамку планирования, превышающую по срокам Китай. Вот для того, чтобы изначально задуматься, о чем ты во времени с китайцами собираешься сделать, ты должен либо взять их горизонт планирования, а еще лучше чуть-чуть побольше. То есть, правильно ли я понимаю, что если вы собираетесь начать бизнес с Китаем, то у вас не должно быть видения на три года. Вы должны либо идти туда на 60+, либо просто оставить эту идею. Ну, есть же разные стратегии. Ты можешь видеть себя спекулянтом, для этого тебе ничего не нужно. То есть, вопрос, что значит бизнес в Китае? Если ты имеешь шикарный товар, который ты сегодня собираешься продать один раз, то зачем тебе планировать что-либо, кроме логистики, цикличности платежей и еще чего-то? Если же ты собираешься сотрудничать с Китаем, то тогда достаточно большое количество факторов необходимо учесть. Какие это факторы? Во-первых, кто ты такой? Потому что в Китае все начинается... То есть, ты должен себя идентифицировать и сделать некую легенду, историю. Почему ты сюда приходишь? В Китае все начинается с того, что ты оцениваешься по большому количеству разных ситуативных проявлений. Не только по твоему резюме. Ты должен свое резюме подтвердить какими-то очень простыми реакциями в процессе общения и коммуникации. И вот если ты правильно понял, кто ты действительно такой в данной конкретной ситуации, у тебя есть шанс сделать дело. А правильно, чтобы ты понял или чтобы поняли твои китайские потенциальные партнеры? Они точно тебя не поймут и ты не поймешь их. Важно соответствовать заявленному статусу. Не важно, поймут они тебя или нет. Если ты, заявив статус, способен удерживать... Понятно, то есть если Рамбать не расходится с тем, что они ожидали, с тем, что они видят, у тебя уже есть первый плюс. Да, презентация, которую мы обычно прокачиваем впереди себя или там агрессивно задвигаем в виде маркетинга, она должна максимально точно соответствовать. И если ты играешь в некую подмену, то надо хотя бы делать там 3-5 горизонтов этой подмены целей. Сейчас мы уйдем на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, мы вернемся в студию через 2 минуты. Добрый день, с вами «Интеллектуальный прорыв» и я, ведущая Анна Белова. Мы продолжаем разговор про Китай с Олегом Гринко. Мы только что определили первый фактор, который нужно учитывать, если ты собираешься делать бизнес в Китае. Что является следующим? Ну, следующим очень важным фактором является время и способность ждать. Очень такая интересная история китайская. Я думаю, она не только китайская. Когда тебя увлекают в какой-то процесс, делая мнимые шаги, а фактически занимают выжидательную позицию. Тебя тестируют таким коварно-восточным образом. Ну да, то есть это обычная история, что как только ты сделал первый шаг и дал возможность китайцам ждать, то они обязательно сыграют эту паузу по Станиславскому в лучшем виде. Хотя им будет очень выгодно или еще как-то. Они будут всячески... То есть они не будут торопить события. Да, очень сложно понять, действительно ли это интересно. Ты начинаешь сомневаться, начинаешь выдумывать сам себе какие-то истории, что, может, ты недостаточно ясно рассказал, может, они не поняли какое-то качество твоего действия. Что самое интересное в этих ситуациях, а они вообще даже не задумывались о этом действии. Они просто ждут, чтобы ты сам все слабые свои места проявил. Интересно, я когда читала книги о культуре Китая, прочитав одну из китайских пословиц, или, может быть, просто высказывание, которое звучало следующим образом, я не пойду сейчас воевать со своим врагом. Я буду сидеть на берегу и ждать, когда река принесет труп моего врага. Я, честно говоря, не поняла, о чем это, что это значит. Потому что мы привыкаем, если мы видим проблему, если мы видим задержку, мы четко формулируем, какие следующие шаги нужно сделать. Нас учат в бизнес-школах. Мы понимаем, что если нет ответа, с той стороны нужно написать еще одно письмо, еще одну телеграмму, уточнить. А с той стороны ожидание. Это что? Да, с той стороны вы получите либо формальные ответы, либо молчание. Потому что, написав каждое письмо, ну, свое письмо, вы непроизвольно говорите о местах, где вы сомневаетесь. То есть вы непроизвольно открываете больше и больше знаний о себе. Это раз. А второй, китайцы всегда будут ждать удачного момента. Понятно. Третий фактор. Третий фактор — это готовность работать без контракта. То есть как без контракта? Ну как. Ну то есть это совершенно другая планета получается по сравнению с европейским, американским бизнесом. Дело в том, что... Я приведу такую очень... Ну, может быть, же парочку интересных примеров. КНР организована как страна. Считает своим годом рождения 49-й. 1949 год. При этом Конституция КНР была принята в 54-м. Все эти пять лет без Конституции. Как так? Но дальше еще интереснее. Уголовный кодекс Китая был принят в 79-м. Видите? 30 лет без уголовного кодекса. Это как? И вот эта история, где люди как-то живут без бумаги на каких-то историях, вот это, мне кажется, лучше всего иллюстрирует, почему для китайцев контракт является лишь поводом для разговора. Олег. Да. Вот, честно говоря, для человека, который много лет управлял бизнесом, после того, что я сейчас услышала, у меня возникает серьезное сомнение о возможности эффективного сотрудничества с Китаем. Ну, потому что настолько разнится то, что вы сейчас сказали, с привычными для нас бизнес-практиками, а с другой стороны, вот эта разница культуры, она, наверное, предсказуема. Я в составе российской бизнес-делегации была на встрече в 2007 году, когда сюда приехал Ху Цзинтао, который был тогда председателем правительства Китайской Народной Республики. И просто совсем не имея опыта взаимодействия с Китаем, была абсолютно поражена маленькой ситуацией, которая случилась на этой встрече. С нашей стороны на встрече присутствовал Александр Митлевич Жуков, который был вице-премьер, и курировал российско-китайские отношения. Он вышел на трибуну, прочитал небольшую речь о уровне сотрудничества. С ответной речью поднялся на трибуну Ху Цзинтао и дословно произнес следующие слова. Мне, конечно, приготовили речь, но я ее не буду произносить. Знаете, я, говорит, приезжаю в Москву третий раз. Первый раз я был в середине 80-х, и это была одна страна. Следующий раз я был в середине 90-х, и это была совершенно другая страна. Сейчас я в середине 2000-х, и это третья страна. Но я все время останавливаюсь в Балчук-Кемпинске, и я выглядываю из окна своей комнаты и вижу, что Москва-река все течет. Пауза. Как вы прокомментируете, что это должно значить? Это притча. Это ответ о, так сказать, послании от одной цивилизации другой цивилизации. Я думаю, что, конечно, я не дорос до уровня Ху Цзинтао, и наверняка он вложил свой смысл, я его могу не угадать, но попробую. Во-первых, стратегия Китая, которая сейчас пишется, вот этой модернизации Китая в мире, основана на мифоконцепте расселения вдоль реки Янзы. Это ее название, де-факто, вот подтекст, или как канва. Потому что модернизация и развитие — это и есть процесс расселения вдоль рек и гор. Поэтому я полагаю, его обращение в сторону реки говорит о том, что страна развивается. Наличие реки, которая течет, город, который развивается у этой реки, это такой достаточно глубокий мифоконцепт. Это первая история. Второе о том, что он не первый раз здесь, и он имеет некое место для приюта, и оно его устраивает. Он же говорит не о том, что там плохо или хорошо, он говорит, я остановлюсь там же, то есть мне это подходит. Значит, ему нравятся все те изменения и перемены, его в какой-то части устраивают. И самое важное, наверное, здесь, опять же, это разговор о времени. Потому что он называет даты, он говорит о длительности, он говорит о каких-то коннотациях с развитием возможным, или вернее, я думаю, что у Китая нет такого понятия развития, есть перемены. Он говорит о том, что происходят перемены, и они хороши. Но ведь для того, чтобы коммуницировать, даже на правительственном уровне, нужно все это переводить. В этом ключевая фишка или ошибка. Дело в том, что наше правительство до сих пор занимается с Китаем попытками организовать бизнес, а китайское правительство не занимается организацией бизнеса. А чем занимается китайское правительство? Китайское правительство занимается управлением, вернее так, предсказанием хороших и плохих последствий, недопущением плохих и способствованию хороших. А на какой базе происходит предсказание хороших и плохих? Чем отличается стратегическое планирование в модели России, Европы и в Китае? Во-первых, конечно же, в основе модели стратегирования лежит концепция ценностей. Так вот, в Китае базовая ценность — это здоровое долголетие. До сих пор. Не экономический рост, не сколько-то тонн на душу населения, а здоровое долголетие. А второе, вот очень интересно, мне помогло человек, который между бизнесом и политикой находится, один крупный руководитель, крупной госкорпорацией китайской, я участвовал в одном конфликте небольшом. В Европе что-то там неправильно сделали китайцы, и европейская крупная компания решила подать в суд. Эта группа приехала в Китай. Он пригласил к себе в кабинет и попросил сначала рассказать о том, что было. Что было у нас с вами, какие успешные вещи мы сделали. Потом он спросил, планируем ли мы что-то сделать в будущем. Потом он задал вопрос, хорошо, а вот сегодняшний конфликт, цель разрешения что? Найти виноватого, крайнего и исправить это? Ему говорят, да. Он говорит, я понял. Правильно ли я понимаю вас, что вы хотите перечеркнуть прошлое и отказаться от будущего ради того, чтобы найти крайнего здесь и сейчас? Очень интересная формула. На что серьезные менеджеры, юристы, там, кажется, лойер, прибыли с бумагами, с доказательствами, с перепиской, а он не стал об этом слушать. Он задал три вопроса, дал им версию и сказал, я думаю, что вы сможете найти правильное решение. На этом закончились переговоры лично с ним. А сам кейс? А кейс разрешился в том, что люди сняли свой иск и хорошо сотрудничают дальше. То есть, европейская компания... Он победил. Вот нельзя заблуждаться. Он победил, предъявив такую аргументацию, которой не было готовности ни у кого из участников взыскующих. Потому что он вывел их на дискуссию о ценностях. Олег, вот мысль про ценности, она очень интересна. Но, с другой стороны, чтобы двигаться в логике развития отношений, нужно, во-первых, понимать язык, понимать систему этих ценностей. Да, глубоко понимать. И если ты делаешь ошибки на этом пути, часто эти ошибки могут казаться фатальными. Вот у меня даже такое ощущение возникло. Знаете, фильм «Сталкер», да? Ты идешь между ловушек. Китай напоминает эту зону, где каждый входящий в нее является сталкером? Я думаю, что нет. Китай устроен немножко по-другому. Китай говорит следующее. Я... Ну так, возьмем немножко сленга. Я круче тебя на голову. Я пять тысяч лет знаю, что такое перемены. Мое сегодняшнее экономическое чудо — это всего лишь очередной подъем после очередного спуска. И если ты готов признать, что я знаю о мире все, а ты всего лишь, ну так скажем, человек, старающийся научиться, то я с тобой всегда найду общий язык. Там нет ловушек, если ты не создаешь хитроумных схем, понятных китайцам в простоте твоей хитрости. Ты должен идти просто учеником, желающим научиться выигрывать у Китая. Мне кажется, это очень интересный финал, потому что очень многие сегодня задумываются о том, чтобы идти в Китай. И вот эта вот ролевая модель, получается очевидно, что идти надо, но при этом нужно идти туда не как великий северный сосед, обладающий ресурсами, а как партнер, который готов слышать, готов учиться и который готов выигрывать. Выигрывать. А вот здесь как раз конфликт интересов возникает. Они хотят выигрывать, и ты хочешь выигрывать. И игра будет интересной. Иначе нет интереса в тебе. Если ты не пришел играть на интерес, чтобы выиграть, то какой ты партнер в игре? То есть китайцу в бизнесе, даже в самом тривиальном, нужна некоторая игра. И в этой игре... Он будет стремиться выиграть, и он с удовольствием проиграет, если ты сделаешь красивую игру. То есть не бойтесь выигрывать. Но выигрыш должен быть интеллектуально достойный, честный, который позволяет твоему противнику сохранить лицо. Конечно. Безусловно. Красота спасет мир от искусства. От искусства бизнеса? От искусства бизнеса. Уважаемые зрители, мы сегодня услышали о том, что Китай это, по сути дела, иная планета. Но если вы решили идти в Китай, то вы абсолютно правы. Потому что сегодня те возможности, которые создаются в этом регионе, было бы абсолютно неправильно упустить. С вами был интеллектуальный прорыв и я ведущая Анна Белова. Олег, спасибо вам. На здоровье. До свидания. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова